вот такая красота у меня на столе из этой красоты первый раз в жизни буду делать ну кто-то называет сок но по ходу дела это все-таки тыквенный нектар буду делать два вида тыква и апельсины тыквы и яблочный сок так как у нас яблочный год и этих яблок девать совершенно некуда они красивые сочные вкусные буду делать сегодня тыкву с яблочным соком вот такая история давайте посмотрим вместе как это делается и потом вам скажу вкусно ли это самое сложное это разрезы тыквы но пока тыква сейчас еще все-таки корка у нее нет уплотнилась постараемся это сделать но это еще тот квест я вам скажу обычно это никогда не показывают и вы меня ругаете что мои видео очень подробные но как зато показываю все нюансы вычищенную тыкву конечно показать легче тыквы в этом году я вырастила 40 тыквен и надо куда-то делать основное урожай убрали в погреб из тыквы я готовлю каши готовлю запеканки запекаю тыкву с овощами хлебцы тыквенный пирог тыквенный все это есть на моем канале итак нарезала одну тыкву добавляю стакан воды и на пока на медленном нагреве мне необходимо чтобы эта тыква проварилась до мягкости пюре я протушила вернее тыквы я протушила посмотрите до пюрообразного состояния я вам хочу сказать что я извела две огромные тыквы прямо большие то есть первая тыква села я суда нарезала вторую тыкву и еще там 10 минут и все она размягчилась сейчас я все остудила и пробью блендером до пюреобразного состояния ну и вот такое солнечное пюре у меня получилось ставлю на нагрев тем временем я сделала сок свежий со своих яблок посмотреть какой он красивый розовый потому что яблоки такие я сюда добавила сахарного песка 3 стакана поэтому вы добавлять только лишь на вкус может быть я еще добавлю потому что сок ну сладко кислый но все равно же кислоты больше и так вот до конца этой кастрюли залью все яблочным соком добавляем ох какой вкусненький и включаю уже хороший нагрев мешаем пробуем на сахар мне кажется что еще знаете что я наверно сделаю разложу на две кастрюли потому что все таки эта масса будет густовато так пить не будешь вот разбавила на две кастрюльки и вот сюда еще вливаю столько же яблочного сока в общем соком я буду регулировать густоту благо яблок у нас очень много поэтому надо их куда-то девать а для сока самую ползите уже как стала вот наверно сюда еще сейчас выйдет уже лучше но всем кто любит заготовки пришел бы обратить внимание на вот такое руководство которое я составила консервируем овощи фрукты и ягоды проверенные рецепты зимних заготовок но проверенные временем десятилетиями и даже полвековыми историями здесь кроме заготовок есть и еще очень интересные такие статейки посмотреть сколько много рецептов я знаю что уже многие готовят в рецепты проверенные здесь также можно делать свои записочки мало ли кому-то что-то не понравилось дополнять переделывать и даже писать свои рецепты так что вот такая книжечка стоит недорого как купить есть ссылочка в описании видео или пишите мне личные сообщения кому нужен вот такой вот толстый печатный экземпляр и кажется отличный подарок а еще приходите на телеграм-канал который называется у светланы лоди свет там каждый день новые истории и часто бывают разные советы сюрпризы и рецепты всех приглашаю у нас очень дружная компания теперь очень аккуратно довожу до кипения кипячу примерно ну пять минут только лишь для того чтобы снять всю вот эту пенку которая будет образовываться все у меня практически пены нету она уже все не образовывается вот остаточки соберу и попробовала на вкус я еще раз говорю не пишите никогда мне дневных комментарий что вы не написали количество сахара у всех совершенно по-разному я думаю не трудно попробовать и посмотреть сколько сахара вам надо у нас очень сладкий сок сок вообще можно ну просто пить без всякого сахара потому что сладкие яблоки если вы можете использовать кислые яблоки у вас совершенно будет другая композиция поэтому попробовали понравилось добавить не понравилось добавили еще все разливаю по баночкам у меня не баночки правда бутылки я их хорошо помыла и в духовке прокалила крышки залила крутым кипятком все разливаю и укутываю ну вот дорогие друзья из двух больших тыкв и меня получилось 12 литров вот такого чудесного напитка кстати говоря все попробовали всем очень понравилось и теперь тыкву я никому не отдам а до этого раздавала всем кому хотите часть тыквы брала в погреб но остальную тыкву а тем более яблок много я всю переработаю обязательно еще раз говорю сделаю с апельсином но с яблоками я думаю пойдет на ура такой прям апельсиново яблочный сок получился у меня нектара именно сок ну потому что воды здесь практически может быть два стакана на огромное количество на два стакана на 12 литров в общем как ни назови все равно вкусно от души вам советуем пробуйте все на вкус делайте с любовью крепкого всем здоровья и мирного неба над головой